Еще в конце декабря президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в новогодние дни. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Такие выплаты положены работникам здравоохранения Ненецкого автономного округа. Вопрос о повышенных выплатах медицинскому персоналу за работу с ковидными пациентами в новогодние каникулы обсудили на оперативном совещании с губернатором Ненецкого автономного округа ОВКС. У нас в борьбе с ковидом в новогодние праздники участвовало 6 организаций. Все сотрудники этих организаций получили выплаты 22 числа. Что касается текущей эпидемиологической ситуации по ковид-19, то за прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – жители Наринмара, поселков Искателей и Каратайка. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. За это же время выздоровел один пациент. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом ковид-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 59 пациентов, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 16 человек. 8 пациентов тяжелые, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Лечение получает адекватное, в полном объеме. Пока от медицинского сообщества информации о том, что чего-то не хватает, не поступало. Сизо лекарств в достаточном количестве. Еще 43 человека получают лечение амбулаторным. На учете в региональном управлении Роспотребнадзора находится 398 человек. Из них в обсерваторе двое. Также в ходе видеоконференц-связи с главой региона, заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Сидорова, доложила о текущей работе образовательных учреждений. На сегодняшний момент школы в округе работают все в очном режиме. Вопросов нет по детским садам. В четырех детских садах города закрыты по одной группе в связи с тем, что у воспитателя обнаружен ковид. Завтра у нас закрывается полностью на карантин по ОРВИ. Детский сад в Тельвийске закрывается. Одна группа в детском саде Теремок. В Шойне у нас также закрыта одна группа по ОРВИ. И закрыты два класса по ОРВИ. В Каратайке один класс переведен на дистанционное обучение в связи с тем, что на сегодняшний момент у нас у учителя подозрения на ковид. В целом до ПСПО работают все в штатном режиме. Напомним, до 31 января 2021 года в Ненецком округе продлен режим повышенной готовности. На этот период действует масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращению в округ из других регионов. Кроме того, до 8 февраля в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, за исключением работников сфер здравоохранения и образования. Дополнительную информацию можно получить на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».